Какие ассоциации вам приходят на ум при слове амазонка? Крокодилы, пираньи, анаконды, индейцы, живущие в глухих непролазных джунглях, всякие ядовитые лягушки и насекомые. Амазония действительно край довольно дикий, однако, как оказалось, жить можно и здесь, иногда даже довольно неплохо. А если проплывать на лодке по ее протокам, то сегодня никто вас не выстрелит из лука, и стрела индейцев не поразит ваше судно, как это было в далекие колониальные времена. Так что все опасности здесь преувеличены, и встретиться с ними вам вряд ли удастся. Амазонка в целом довольно безопасная река. Итак, друзья мои, я наконец-то прибыл в город Белен. Это значит, я уже практически одной ногой купаюсь в реке Амазонка. Здесь уже буквально, ну, рукой подать до этой реки. Вчера я прибыл ночью, поздно заселился сразу в отель возле автовокзала, переночевал и иду уже в более дешевое место, в обычный хостел. Заселюсь и буду узнавать информацию по поводу парома. Паром – город Макапа. Это уже на Амазонке непосредственно. Плыть туда, точнее идти. 541 километр по фарватеру, по дельте Амазонки. Город Белен географически не стоит на Амазонке. Однако именно с него было бы логично начинать путешествие по региону. Потому что с испокон веков Белен был крупнейшим стратегическим пунктом дельты Амазонки. С юга Бразилии в Белен можно приехать по автомобильной дороге. Здесь же она и кончается. И дальше, вдоль устья Амазонки, можно проплыть только на различных паромах до города Макапа. Что, собственно, я и планировал. Сразу иду такой, смотрю, здесь вон дерево какое огромное. По сравнению с моей рукой. Вот они, джунгли наступают. Здесь какой-то парк находится, прям покрыт такими джунглями. С сельвой такой настоящей, амазонской. Круто. В городе ночью бывает опасно. Поэтому есть здание с колючей проволокой под электричеством. Как это, например. Электрические изгороди здесь на многих апартаментах расположены. Вообще город достаточно зеленый. Вот так вот идешь по улице. И тротуары покрыты кронами тропических деревьев. В городе много старинных колониальных зданий. Вот и мой хостел тоже находится в таком старинном здании. Да, вот это мой хостел. Тот, что голубенький. Точнее, нефритовый. В Белине все пропитано духом и атмосферой Амазонии. С давних времен и до сих пор термин Амазония является олицетворением чего-то дикого, труднодоступного, далекого. Словно наша Сибирь, которая, как и амазонка, вызывает в умах изнеженных европейцев трогательные романтические чувства далекого не обузданного края. Старые здания здесь соседствуют с новыми. Климат в Амазоне жаркий, влажный. Люта жара внезапно может смениться стремительно пришедшим тропическим ливнем. Но стоит подождать минут 20, как дождь проходит и снова выглядывает жаркое экваториальное солнце. Кстати, хочу заметить, что комаров в этих местах не так много, и они меня почти не кусали. Хотя, казалось бы, амазонка, джунгли, тропики. Автомобильный транспорт в Амазоне в основном развит только в населенных пунктах, когда как добраться до них зачастую можно только по воде. Амазонка и ее притоки – это и есть главная транспортная артерия региона. По этой причине отправиться путешествовать по ней нужно именно на пароме. Я начал свой путь по Амазонке именно из Бразилии и именно от Тустья, то есть шел вверх по реке. А вообще Бразилия была чуть ли не единственной страной в регионе, в которой были более-менее удобные правила въезда. Нужен был только тест без карантинов и вакцинаций. Билеты в один конец мне обошлись в 40 тысяч рублей. И, как всегда, помогли мне с ними ребята из Авиасейлс, за что им огромное человеческое спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Паром из Белема в Макапу идет примерно сутки. Билет стоит около 30 долларов. Характерной особенностью и самой главной фишкой амазонских паромов являются гамаки. Изначально я думал, что гамаки тут общие, но оказалось, что каждый приходит со своим, а у меня, разумеется, его не было, и пришлось просить у членов экипажа, на что они любезно предоставили мне свободный гамак. По правде говоря, до этого момента я никогда не спал в гамаке, потому что не люблю такое изогнутое положение. Но в этот раз мне пришлось попробовать, да и вообще, надо привыкать, потому что путь-то мой длинный, еще не одну ночь придется провести в таком положении. Путь-то мой длинный, Ну что, ребята, я добрался до линии экватора в городе Макапа. Как видим, именно здесь проходит линия экватора. Итак, ребятки, я стою одной ногой, получается, в северном полушарии, и другой в южном полушарии. И позади меня вот находится Стелла, памятник, посвященный экватору, нулевому меридиану. Именно здесь проходит линия экватора. И вот, как видим, роза ветров, звездочка, где показывается, соответственно, южное полушарие и северное. И мы с вами как раз находимся посерединке. Если поставить камеру вот сюда, то будем смотреть аккурат по обе стороны. И отсюда начинается, наверное, единственная в мире улица, которая расположена и проходит прямо вдоль экватора. Прямо по его линии, собственно. Экваториальная авеню называется. Город Макапа – это столица штата Амапа. Расположен он в устье Амазонки. Это самый первый порт на реке, как зайдешь с океана. Город старый, ему больше 300 лет. Сам по себе довольно скучный. Из мест, которые можно посетить, это линия экватора и старая крепость. Из Макапы берет свое начало трасса, ведущая во французскую Гвиану. Кстати, многие жители Макапы учат французский язык и владеют им, чтобы потом поехать на заработки в Гвиану, а то и вовсе во Францию. А вообще, кто-то мне говорил, что штат Амапа является чуть ли не самым бедным в стране. Он находится на задворках Бразилии, очень далеко от центра. А добраться до сюда можно либо по воде, либо по воздуху. Макапа для меня была лишь транзитным пунктом. Это как бы начальная точка похода по Амазонке. В окрестностях Макапы есть очень интересный поселок, на который я наткнулся случайно, когда рассматривал гугл карты. Он расположен в чаще амазонских джунглей и имеет очень интересный вид. Но самое главное оказалось у него внутри. Как видим, вот такой отель. Здесь просто вот деревянное здание такое и улица, на которой нет машин. А знаете почему? Сейчас я вам покажу почему. Потому что Афуа это город велосипедистов. И все здесь ездят только на велике. Из всего транспорта, вот как видите, представлен здесь только велосипед. Вообще, ребята, признаться честно, этот поселок Афуа я увидел совершенно случайно на гугл картах, когда смотрел кадры со спутника. Хотел найти какой-то интересный поселочек, такой в дельте вот Амазонки, что будет среди вот этих различных протоков, речушек, вот этих островков. И вот как раз Афуа оказался таким поселком. Я его приметил просто для того, чтобы полетать на дроне здесь и поснимать все вот эти виды. Оказалось, что этот поселок, он интересен сам по себе. Он расположен на как бы таком болоте. И получается это своего рода такая амазонская Венеция. И он вообще достаточно красивый. Я вот сейчас прошел, хоть сейчас и ночь, прошел буквально вот там сколько-то 500 метров. Он сам по себе небольшой, его можно обойти. Тут 800 метров сюда, километр вот сюда. То есть он весь как бы в шаговой доступности. И вот я прошелся, увидел, что поселок достаточно прикольный. На самом деле город выглядит довольно радушным и привлекательным. Зайду в местную забегаловку, поем шашлычок из курицы. По всем канонам и догматам туристической индустрии, Афуа должен быть привлекательным для туристов местом. Однако туристов тут почти не бывает, потому что никто толком-то и не знает про такой поселок. Да и вообще, в этом регионе туристов бывает очень мало. Это все-таки во мне Рио-де-Жанейро. Хотя именно здесь можно прочувствовать всю амазонскую атмосферу и эстетику, пожить на берегу Амазонки и проникнуться духом этого региона. Кроме всего прочего, до Афуа можно достаточно легко добраться на скоростном катере из Макапы, остановиться здесь в гостиницах, отведать блюда амазонской кухни и сделать множество красивых фоточек для своего инстаграма. Афуа же примечателен тем, что стоит на болотах, на сваях и является такой, своего рода, амазонской Венецией. В городе полностью отсутствует автомототранспорт и все передвигаются на экологически чистых велосипедах или вовсе пешком. Воздух в округе из-за этого очень свежий и приятный. Афуа так и называют город велосипедистов. Кстати, криминала здесь нет совсем. Люди все выглядят счастливыми и довольными. Короче говоря, такая амазонская идиллия посреди джунглей. Хорошо бы подошло для удаленщиков. Жаль, что здесь интернет плохой. Пасмурную погоду может не работать совсем. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, как видим, продаются рыболовные сети и морды для мелкой рыбешки ручной. Если посмотреть сюда, то можно увидеть мое имя Олег только в перевернутом виде. Вот обычная улочка Афуа. И, как видим, припаркованный транспорт. Никаких автомобилей, мотоциклов. Ничего здесь такого нет. Все здания стоят на сваях вот на таком болоте. Хотя, как бы это, грунт-то там твердый, но, как видимо, заливает, когда вода становится большой на реке. Все, как видим, выглядит радужно, красиво, разукрашено различными цветами. Желтый, зеленый, красный. Здесь, как видим, беседочки такие, лавочки. Можно спокойно посидеть, пообщаться. Как видим, все дома расположены на сваях. И даже вот центральные улицы тоже сделаны на сваях. Здесь все необходимое. Даже если вы захотите, можете сделать татуировку. Прямо в этом городе. А здесь находится аэропорт города Афуа. Бесполетной зоны здесь нету, так что дронами можно летать спокойно. А здесь такая проезжая улочка вдоль линии аэропорта. Короче говоря, власти Афуа не поленились и залили все вот эти улицы бетоном. Сделали такие вот основания на сваях. А это, походу, катер пожарной охраны. Или спасатели каких-либо. Не, вот смотрите, машинка пожарных. А здесь у нас пожарная бригада. Вон, как видите, бронзбойты там находятся. Тушат пожары. Вот это для эвакуации людей. То есть сюда можно вложить человека и направлять в сторону госпиталя уже. Все культурно, все чистенько, красивенько. Ребята работают. Зеленый, красный и желтый это цвета флага города Афуа. Этими цветами разукрашены тут многие улицы, что придает городу особый шарм и очарование. Вся жизнь города так или иначе построена на рыболовстве. Городу принадлежат также близлежащие небольшие деревеньки и рыболовные участки, на которых тоже живут люди. Также в регионе занимается заготовка древесины и изготовлением пиломатериалов. Многие постройки традиционно выполнены из дерева, однако сейчас все больше стали завозить кирпич и цемент. Несмотря на болотистый грунт, комаров в Афуане так много. Особого дискомфорта они не доставляют. Отель Амазона сведут со строительной работы. Что-то тут строится. Ну, строят, собственно, причал, береговую линию вот эту укрепляют. Здесь находится школа. Вот она, по правую руку от меня. Там сейчас идет урок. Пойдемся наглости и заглянем к ним на урок. Да, вот как видим, здесь школа находится, припаркованный транспорт на велосипед. Как говорится, права не нужны. Географически Афуар расположен на острове Маражо. Это самый крупный остров в Бразилии. Он был образован алювиальными наносами реки Амазонка. Проще говоря, тем песчаным грунтом, который вынесен рекой по течению. Остров сильно заболочен и покрыт густой сельвой. А в 1933 году в этих местах путешествовал советский ученый Николай Вавилов, который отметил, что в регионе преобладает огромное количество пальм. Более 800 видов. Пальм тут действительно очень много. И они сразу же бросаются в глаза, когда ты проходишь на лодке по многочисленным протокам Амазонки. Сейчас пришло грузовое судно и вон, как видите, работники порта, если это можно так назвать, грузят товар. Ну и, конечно же, скорая плавучая помощь, которая окажет вам услугу в медобслуживание. Смотрите, такое маленькое судно, кабинка такая маленькая и стульчик. Вот это тут для капитана. Капитан сидит и рулит штурвал. Самой главной бедой для амазонской сельвы является ее безжалостная промышленная вырубка, целью которой является обычное обогащение очередных бразильских толстосумов. В Амазоне проживает 67 племен, которые признаны неконтактными. Это значит, что они не поддерживают контактов с внешним миром, живут сами по себе и стараются избегать любых встреч с государственными структурами и общественными организациями. Переехать ты к ним как турист конечно можешь, но так или иначе они не торопятся заводить с тобой дружеских отношений. В джунглях у них уже есть все необходимое для жизни. Они самодостаточны. Многие племена тоже занимаются вырубкой леса, выжигают сельву и засевают участки культурными растениями. Это называется подсечно-огневое земледелие. Когда через несколько лет почва на участке становится бедной, то люди переходят на другой участок и выжигают его снова. А старый потом довольно быстро зарастает лесом и экосистема восстанавливается. Однако, если вырубать лес в промышленных масштабах, то он просто не успевает восстановиться и участки превращаются в саванну или что-то подобное. Экосистема умирает. Итак, я нахожусь в городе Сантана в порту. Это, собственно, порт Макапы. Города Макапа. И мне предстоит путь в пределах 38 часов в город Сантарем на вот этом судне. Я буду спать в гамаке, как все остальные люди. Стоимость 190 риалов. В принципе, нормальная цена. В прошлый раз из Белема сюда я плыл за 200 риалов. Примерно такой же путь. Но расстояние здесь все-таки длиннее, потому что вверх по течению Амазонки. Выглядит все это вот так вот. Гамаки развешивают вот здесь, прямо в кают компании так называемой. И спят. Гамаки приносят свои. У меня гамака не было. И я по этой причине сходил, купил свой. Теперь у меня гамак есть. Стоимость 50 местных риалов. В принципе, нормально. Место в принципе, нормально. Рядом розетка находится. Вода неограниченная, питьевая. Правда, надо спускаться на второй этаж, но ничего страшного. Сейчас здесь пока народу мало, но скоро набегут люди. Кофе стоит 10 риалов за обед и ужин по 20. В принципе, нормальная еда. В прошлый раз я ел. В принципе, был доволен. С этой стороны те же самые гамаки. Это второй этаж. Я напомню, что я на третьем. и таким макаром мы поедем в сторону Санторема. Есть еще, конечно, каюты, но стоимость там отличается от этой. В районе Устья я провел недолго. Итого вышло три дня. Прыгнул на паром и дальше отправился в город Санторен, следующий крупный населенный пункт на Амазонке. И в этот раз провел первую ночь в своем новом гамаке. И тем самым почувствовал себя частью всей этой амазонской экосистемы. Итак, новое утро на корабле. Круиз продолжается. Народу было сегодня немного, что не может не радовать. И лишь вольный ветерок обдувает твое бренное тело. Красота! 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 По пути в Санторен Парон делает несколько остановок. Все сразу подходят к борту, чтобы посмотреть на небольшие амазонские городишки. сделать фотки, а самое главное поймать сотовую связь и интернет, чтобы проверить свои долгожданные сообщения. И я не исключение, благо у меня была местная бразильская симка. Итак, это Санторен. Это второй город на Амазонке, который я посещаю после Макапы. Завтра поеду в Манаус, но сейчас здесь хочу посмотреть местный курорт, который называется Альтер Душан или Альтер Душчао. Это уже в зависимости от произношения. Короче, говорят, там будет круто. Сейчас мы проверим. И не знаешь языка здесь в Бразилии, то возникают проблемы. Вот я приехал сейчас в новый город, и мне нужно просто добраться до автостанции, до автовокзала, чтобы потом поехать в Альтер Дучао. И как бы тут 4,5 километра, я думаю, проеду на автобусе. Начинаю спрашивать местных, они начинают говорить по-португальски, какие-то названия улиц, на слух ты пытаешься что-то понять, смотришь сразу быстро в карты, ничего не понимаешь, туда налево, направо сначала, потом иди, потом прямо, еще где-то там, потом увидишь что-то. И короче, нифига не понимаешь, я думаю, да ну его нафиг, 4,5 километра, пройду-ка я пешком, тем более сейчас еще утро, солнце еще не такое высокое, в принципе такой жары нету, хотя я уже вспотел, ничего страшного. Ох, тараканы, тут тараканы-то ползают прямо на улице, никого не стесняются. Пока идешь по улице, то тебя каждая собака облает, потому что, ну видать, потом от меня разит таким серьезным. Я же вспотел под рюкзаком, когда идешь. И они прям чувствуют и лают с каждого дома. Русским духом пахнет. Смотрите, какие, какого кислотного цвета здесь воробьи. Да не шучу, это, конечно же, другие птички, но будем считать их воробьями. Если вы хотели увидеть, как выглядит кешью, вот оно. Вот так вот оно выглядит. Итак, вот эта песчаная коса, на которой расположены различные бунгало, какие-то туристические инфраструктура, грубо говоря. И вот сюда, из-за этого места, из-за этой косы, приезжают туристы. Здесь вода чистая, это приток, это не сама Амазонка. Здесь можно купаться, загорать и все такое прочее. Короче, курорт на Амазонке. Различные проходят здесь мероприятия, лодочники эксплуатируют свои суда, возят туристов, приезжают люди отдыхать. Вообще, я, конечно, не любитель популярных туристических мест, но согласитесь, что на такой грязной Амазонке в этих дремучих джунглях такой небольшой пятачок курортный. Смотрится достаточно прикольно. Как видим, место курортное, променад, все ходят, гуляют, отдыхают. Фу, наконец-то можно снять потные, вонючие свои носки с кроссовками и походить по песочку белоснежному. Правда, песок очень горячий, но ничего страшного, потерпим. Да, посмотрите, какая идиллия. И не скажешь даже, что Амазонка так подумает, что какой-то берег моря или океана. Сейчас где-то здесь нужно мне будет найти местечко, чтобы положить вещи под присмотром или наоборот без присмотра и искупнуться. Поселок Альтер-Душан расположен на впадении реки Топожос в Амазонку. Весь прикол состоит в том, что в самой Амазонке люди особо не купаются, потому что вода в ней очень мутная и грязная. Но река Топожос чистая и купаться в ней можно. А еще географически получилось так, что в этом месте образовались песчаные берега и наносные косы, которые и стали привлекать многочисленных туристов. Это место это своего рода такой оазис на Амазонке и что-то похожее уже на берег моря, нежели на берег реки. Проще говоря, такой уютный курорт посреди густой амазонской сельвы. Так что как видите здесь на Амазонке в Амазоне есть и такие места. Ничуть не хуже Рио-де-Жанейрского пляжа Копа-Кабана. А может быть даже лучше. Здесь по крайней мере чище и насколько я понимаю воришек не так много как там в Рио. Итак, этот суп называется такака местный амазонский. положим травку судоместную бульон и креветки. Джамбу трава джамбу называется и креветки. Итак, суп такака выглядит вот таким образом. Естся он палочкой какой-нибудь, то есть никакой ни ложкой даже ни вилкой. В нем содержание это бульон трава джамбу и креветки. Туда еще по идее идет мука тапиоки. Она будет выглядеть такой слизковатой массой, но я не люблю и как бы всегда заказываю без нее. Снова в путь. На новом судне и новую ночь снова предстоит провисеть в гамаке. Потихоньку привыкаю к такому образу жизни. Впереди Манаус, столица штата Амазонос и главный стратегический пункт всего амазонского региона. На борту опять пассажиров было немного. Было свободно и комфортно. Пока ехал, дочитал как раз очередную книжку на телефоне. Вот только глаза устают от этого и время от времени нужно подходить к борту и любоваться берегом. Хотя чаще всего берег довольно однотипный и однообразный. Но это как медитация. Смотришь на него и разум твой отдыхает. Амазонос постепенно мы подошли к Манаусу. крупному мегаполису и самому главному городу на Амазонке с населением более двух миллионов человек. Манаус это не только столица бразильского штата Амазонос но и фактически столица вообще всей Амазонии. Кстати Амазонка является самой полноводной рекой мира а площадь бассейна реки практически равна площади всей Австралии. В нее впадают около 10 тысяч притоков и около 100 из них являются судоходными. А Манаус знаменит еще тем что до него доходят океанские лайнеры а это почти 1700 километров по реке. Кстати сам Манаус стоит не на Амазонке а на Рио Негру которая впадает в Амазонку в этом месте и мост который можно наблюдать в Манаусе это мост именно через Рио Негру когда как через Амазонку на всем ее протяжении нет ни одного моста. Любая переправа на другой берег осуществляется по воде. В Манаусе много старинных колониальных зданий но самая главная из них это безусловно легендарный театр Амазонос построен он в 1896 году. Манаус тогда гремел на весь мир из-за каучуковой лихорадки которая проходила в Амазонии. Собственно театр то и был построен на деньги крупных плантаторов которые получили гигантские прибыли на торговле каучуком. Театр Амазонос это такой кусочек Европы в труднодоступных амазонских джунглях и это сейчас Манаус представляет из себя крупный мегаполис но тогда это был небольшой городок и театр строили грубо говоря посреди сельвы. Театр раньше называли тропическим Парижем долгое время он был символом каучукового бума и вообще всего амазонского региона. При строительстве здания использовались материалы привезенные из различных уголков Европы тем самым театр амазонос символически объединял себе всю европейскую культуру и наследие кусочек старого света в новом. Денег тогда у плантаторов было немыслимо много и они могли себе позволить любой шик и каприз привозили сюда известных артистов и платили им большие гонорары. Единственным бразильским материалом в театре было дерево из которого изготовляли мебель но его сначала отправляли в Европу а потом уже привозили сюда в готовых изделиях. поход по влажным тропическим лесам очень утомителен на то они и влажные что вскоре ты сам становишься влажный и превращаешься в этот тропический лес джунгли но оно того стоит это на самом деле классно походить побродить по всем этим местам. Путешествуя по Амазоне было бы неправильно не погулять в ее сельве слово сельва в переводе с романских языков так и означает лес но лес лесу рознь а здесь в тропическом поясе лес является влажным дождевым если уж совсем быть точным то термин сельва чаще всего употребляют обозначая именно влажные дождевые леса Амазонии то есть допустим в Африке или Азии сельвой джунгли никто не называет хотя во многом эти леса похожи джунгли амазонии Продолжение следует... Продолжение следует... Пробираясь через джунгли, через различные растения, кустарники... Продолжение следует... 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 Да, кстати, чуть не забыл. Здесь в Манаусе на месте слияния двух рек, Амазонки и Рио-Негру, можно наблюдать интересную картину. Из-за того, что эти две реки имеют разный химический состав, они не сливаются воедино и идут бок о бок параллельно многие километры. Амазонка – река грязная. В ее водах много различных органических и минеральных веществ. Песка, ила, различной грязи. А Рио-Негру имеет другой цвет. И из-за этого место слияния выглядит очень эффектно и контрастно. Итак, вот оно место слияния двух рек, Рио-Негру и Амазонка. Рио-Негру, Блэк-Риво или Черная река, как видите, она идет. Вот верхняя, черная, соответственно, чистая, а Амазонка грязная снизу. И вот здесь точка, вот она, слияние двух рек. Почему Амазонка такого коричневого цвета? Она рождается высоко в горах, в перуанских Андах. Поэтому в ней так много грязи. Это мелкие частички горных пород, и вся грязь плывет оттуда и окрашивает реку в коричневый цвет. Итак, ребята, я залез на новое свое судно, новый корабль. В таком виде мне предстоит пройти 6 дней, практически неделю, от города Манаус в город Табатинга. Это граница с Перу и Колумбия. И настроение не очень, потому что идет дождь, ливень. И вообще осознание того, что мне нужно проехать 6 дней в таком состоянии. Здесь народу набилился, как кильки в банке. Короче, ну посмотрим. Самое главное, ребята, у меня есть гамак. В принципе, в тесноте, да не в обиде. Каким-нибудь способом мы доберемся все-таки до Табатинги, я уверен. Итак, сегодня второй день моего пребывания на судне. На самом деле, я уже побывал на таких судах, но это маленькое. И народу здесь набралось большое количество. Прям как кильки в банке. Вчера я здесь пытался найти место под свой гамак. Нашел одно, оно оказалось неудобное. Начал где-то что-то перемещаться. Люди все заняты. Заняли все места. И, короче, даже немножко поругались. Здесь в итоге смогли найти компромисс. Нашли место мне. И я здесь нахожусь теперь более-менее комфортно. Здесь, как видите, здесь гамак. Здесь гамак. Все везде там в гамаках. Но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Как-нибудь доберемся до Табатинги. Вот так выглядит Амазонка в своем среднем течении. Здесь нет никаких протоков, островов от берега до берега. Приблизительно 2 километра, может полтора. А вот мы идем по Амазонке. Здесь, в Бразилии, эта часть Амазонки называется Солемоинс. Как видим, по реке плывет различный мусор. Ветки, палки, какие-то растения. Достаточно грязная река. Если измерять Амазонку от океана по ее самому длинному притоку, реку Укаяли, то расстояние получится примерно 7100 километров. То есть получается, что Амазонка это не только самая полноводная, но и самая длинная река в мире. Кстати, бразильцы Амазонка считают только часть реки от Манауса и до океана. А часть перед впадением Рио-Негру они называют Солемоинс. Амазонка также протекает и в Перу. И перуанцы считают началом реки местность, где сливаются Укаяли и Мараньон. Но мы с вами будем считать Амазонкой также и всю реку Укаяли, которая является самым большим ее притоком. Посмотрите, сколько мусора несет Амазонка. Это все различные деревья, палки, ветки. Все это приносят притоки многочисленные амазонские. После дождей сейчас идет дождь, как вы видите. И вся вот эта вот штука несется по Амазонке. Сегодня третий день пребывания моего на этом судне. Идем по Амазонке. Медленно, но верно. Сейчас среднее течение. Сегодня дождь шел всю ночь. И вот утро тоже идет. Вода поднялась, это заметно. По воде идет различный мусор. Всякие ветки, палки, какие-то деревья, трава. Еще три дня мне плыть. Идти по реке. Не знаю, что там меня ждет. Перуанская граница. Попробую ее перейти. Не знаю, как это все будет происходить. Но, возможно, меня пустят. Если что, попробую дать небольшую взятку. Субтитры сделал DimaTorzok. Различные бабочки летают здесь. Мотыльки. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Плыть на пароме целую неделю, это очень утомительно. Можно было бы, конечно, долететь на самолете. Но ведь смысл весь в том, чтобы пройти амазонку по воде. Кстати, от Манауса также ходит скоростной катер, который доходит до Табатинги примерно за два дня. Но ходит он не часто, я на него не попадал и решил все-таки поехать на этом судне, чтобы прочувствовать всю эту амазонскую атмосферу. Это то же самое, как ехать в плацкартном вагоне из Москвы до Владивостока. Субтитры сделал DimaTorzok гиены, как здесь это все предстоит. Вот только что вышел из душа, волосы, как видите, мокрые. Они высохнуты буквально через два часа. Опять у меня будут грязные. Так что здесь можно хоть каждые два часа ходить в душ. В принципе, местные так и делают. Они достаточно чистоплотные, ходят. Но утром, вечером точно, может быть, и в течение дня. Потому что такая жара, все потеет. Четвертый день. Вот поселок Фонте-Боа. Все такие радостные дорвались до интернета. Думают сейчас, ага, залезем, будем свои ватсапки отправлять. А интернет нифига не работает. Нагрузка на сеть такая. Плюс, наверное, из-за погоды дождь идет постоянно. Как видим, тучки натянуло, дождик. Всю ночь опять шел дождь. Здесь тоже все тучами затянуто. Ветер дует такой сильный. У меня прямо горло заболело от него. Не простыть бы. Итак, новое утро. Я уже запутался какой-то день. Но вроде как плыть еще два дня сегодня. И завтра мы уже прибудем. То есть, это получается, сегодня пятый день пошел. Вчера я простыл. Ночью был дождь, меня продуло. И весь день вчера у меня была такая небольшая температурка. Градусникам я, конечно, не мерил. Но по ощущениям такое было. Нос заложен. Плюс сегодня голова болит. Короче, ощущения такие простуды. Может быть, не простуда. Может быть, сами знаете, какая болезнь. Но, не знаю, похоже на простуду. Короче, состояние такое не очень. Тем не менее, погодка классная. Мы продолжаем двигаться вперед. Самое интересное, что всю еду здесь дают бесплатно. На прошлых судах я платил за это деньги. Это примерно 50 реалов в день. Если сложить 50 на 6, получается 300 реалов. За всю поездку это примерно 4000 рублей. Пустячок о приятном. Причем еда точно такого же качества, как и на остальных судах. Завтрак на корабле выглядит вот так. Вот это обычно кофе, булочка с маргарином и какая-нибудь картошка местная. Батат, сладкий картофель. Дешево и сердито. Главное, что бесплатно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь на берегах Амазонки сейчас уже довольно современная. Почти в каждом небольшом поселке есть сотовая вышка и связь. Правда интернет ловит не везде, но иногда он довольно хорошего качества. Несмотря на такую глухомань. В этих местах начинаются настоящие бразильские окраины. Но даже в этих местах везде повсеместно живут люди. Но вас, разумеется, ведь интересуют индейцы. И вы все ждете, когда Олег покажет вам индейские племена, живущие в джунглях. Но племен не будет, увы уж извините. С племенами все сложно. Здесь в Бразилии, как таковых, неконтактных племен уже почти не осталось. А те, что есть, например, Яномами, они проживают очень далеко в резервациях. Чтобы к ним попасть, нужно не только заплатить за доставку и прочее, но еще и заказать пропуск, который стоит 800 долларов за персону и делается только в столице. Есть еще племена, живущие на реках Маиси и Шингу, но и к тем тоже добраться очень сложно. А еще нужно знать португальский. А сами люди-то не любители поболтать с незнакомцами. И тебя там совсем не ждут, а возможно даже тебе и не рады. Некоторые могут даже проявить агрессию. Есть, конечно, туристические деревни, где тоже живут индейцы. Могут измазать вас краской, нарисовать на вас какой-нибудь орнамент и продать сувенир. Но это не наш метод, ребята. Нам такого не надо. Короче говоря, чтобы попасть к какой-то группе, нужно собрать отдельную экспедицию. Но на это нужны хорошие спонсоры. Да и не забывайте про ковид, которым можно заразить этих людей. А это совсем нам нежелательно. Итак, шестой день моего пребывания на судне. До Табатинги мы так и не доехали. Обещали, что будет шесть дней, но в итоге выйдет все семь. То есть целая неделя на судне здесь, на пароме на Амазонке. У меня насморк так и не проходит. Температуры как таковой нет, но чувствуется слабость. Не знаю. Какая-то, наверное, просто местная простуда. И так вот, наконец, прошла неделя. И мы подходим к городу Табатинга. Вот он здесь находится. Здесь вы видите остров. Это уже перуанская территория. Собственно, все по левую руку здесь уже Перу. А туда дальше, Колумбия. Граница трех государств. Вот она Табатинга. Здесь много всяких стоят судов, которые направляются в разные стороны Амазонки. А вот этот остров, собственно, это уже Санта-Роза. Это уже Перу. Здесь буквально каких-то это... Можно вплавь переплыть. Ну, наконец-то. Наконец-то Табатинга. Целую неделю я закисал на лодке. И теперь мои ноги почувствуют твердую землю. Пойду найду себе отель и заселюсь туда. Надо будет купить фруктов, а самое главное, больше никакого риса и курицы. За прошлую неделю они мне так надоели, что не могу больше на них смотреть. Да и вообще, живя на реке, нужно есть рыбу. Поэтому каждый день буду стараться заказывать какое-то рыбное блюдо. Хотелось, конечно же, попробовать пиранью. Но их особо не едят и говорят, что на вкус они так себе. Рыба сорная и невкусная. Вообще, здесь на Амазонке есть три самые популярные рыбы. Это пироруку, тамбаки и тукунарея. Они продаются везде. Вот их я и буду пробовать. А вы, наверное, тоже хотите попробовать, да? Ну, мечтать не вредно. Что, ребята, прекрасный вечер в прекрасном ресторане. Такого большого окуня можно здесь поесть. М-м-м, красота какая. М-м-м. Прекрасное место. Итак, вот это причал. Отсюда уходят различные лодки в сторону Санта-Роса. Остров тут буквально даже километра нету. Все рядом. Местечко такое, конечно, грязноватое. Все здесь это... Ну, на всех границах выглядит примерно так. Ребята здесь рыбу ловят. Ну, почему бы нет, собственно. Кушать-то хочется. В этом месте находится граница трех государств. Из Бразилии можно перейти в Колумбию или Перу. Свободная экономическая зона, где даже паспорта не проверяют. И чтобы поставить въездной или выездной штампы, то нужно самому идти и искать миграционку. Между этими странами действует безвизовый режим. И люди особо не парятся за переход границы. По этой причине границу проходят многие нелегалы из других стран. Например, из Кубы, Венесуэлы и Суринама. Ну и, разумеется, из Колумбии различные курьеры провозят через границу кокаин, который потом направляется в многочисленные бразильские фавелы для дальнейшей реализации. Вообще фишка заключается в том, что вся вот эта местность, ну, собственно, Летисия как таковая, это по сути такой остров. И куда-то уехать отсюда по дороге, по воде нельзя. То есть либо это Бразилия будет с Перу, либо лететь на самолете. И на самолете, соответственно, у вас наверняка погранцы проверят въездной колумбийский штамп. Если его не будет, то, наверное, у вас будут проблемы. Ну, а погулять, сходить по свободной экономической зоне, я, как понимаю, Летисия, это столица штата... Колумбийского штата Амазонос, потому что других городов тут особо нету. Ну, ходил, погулял. Далеко я не пойду, потому что скоро будет темнеть. И мне нужно уже идти в отель. Собственно, стоимость перелетов богата, Летисия, Кали. Прямые рейсы. Все в Амазонии пропитано жизнью и борьбой за выживание. Каждый вид пытается конкурировать друг с другом и получить место под солнцем. Сельва дает жизнь, но также может и убить вас. То и другое будет естественно для нее, потому что убивая одного, другой получает энергию и силу. Получает жизнь. Чтобы выжить, нужно охотиться и убивать. А если ты не охотник, то тогда ты будешь тратить свои силы на сбор плодов, поедая их и разнося семена по округе. Поглощая плод и уничтожая его, ты опять же даешь жизнь всему растению в целом. Смерть одних – это жизнь и выживание других. Амазония пропитана философским и экзистенциальным смыслом. Закон здесь один – закон джунглей, где выживает сильнейший. А если ты слаб, то будешь кормом для других. Жизнь – это движение и борьба за выживание. Все те животные инстинкты, которые в нашем человеческом мире будут нам только вредить, здесь напротив спасают жизнь. Наши кровавые корни происходят родом отсюда, из леса. И иногда мы возвращаемся сюда, обратно в примитив, спускаясь до низменных ярусов этой экосистемы. И зачастую подняться туда, где жаркое солнце возможно далеко не каждому. Для этого нужны силы и воля, чтобы противостоять низменным инстинктам и стать выше всего этого. Только что ходил в местную миграционку, она находится географически где-то в центре города. То есть не на границе с Колумбией, не в порту где-то, а прямо в центре города находится миграционка. То есть когда ты приходишь из другого государства, ты сам должен идти, искать ее. А это время находишься, по сути, нелегально в стране. И всем по барабану. Так, переходим на лодку. Сейчас вот эта лодка повезет в Санта-Росу. Не упасть бы. Едем в Санта-Росу, надеваем спасательные жилеты. У нас все строго, у нас все по правилам. Итак, решающий момент. Сейчас приеду в Санта-Росу, на перуанскую границу. И там будет решаться моя судьба, поставят мне штамп перуанцы или не поставят. Придется возвращаться сюда, в Бразилию. Ну все, ребятки, это Санта-Роса. Иду в сторону миграционки. Узнавать по поводу штампа. Но формально это уже территория Перу. Даже по флагам уже заметно, что это другая страна. Короче, только что был миграционки. Сказали, что вся граница перекрыта. В принципе, до Нового года, как минимум. И впустить меня не могут. Не впустили меня в Перу. Штамп не поставили. Не знаю, что делать. В принципе, здесь уже перуанская территория. Но без штампа это еще не посещение страны. Да, конечно, обидно. Перуанцы не могут меня пустить к себе. Все из-за короны. На самом деле, я предполагал, что перуанцы меня все-таки пустят. И дальше я поеду в город Икитос, на территории Перу. Но планы изменились, и никуда я не поехал. Можно было бы, конечно, поехать нелегально. Так делают многие. Но я так делать не хотел. Мне такое не подходит. Поэтому ограничился только бразильской частью Амазонки. В принципе, я и так прошел огромное количество километров. Более трех тысяч. Посмотрел, а главное, прочувствовал эту амазонскую атмосферу. Увидел настоящую Амазонку. Такую, какая она есть. Местами довольно скучную и однообразную. С широкими монотонными берегами и низменностью, где даже глазу не за что зацепиться. Огромное количество гектаров пока еще не вырубленного леса, в котором живут анаконды, крокодилы, обезьяны, попугаи и всякие разнообразные жучки и паучки. А еще где-то там живут коренные народы Амазонии. Да, впрочем, по факту все эти жители – это и есть коренные народы. Они являются потомками всех тех людей, которые жили тут до прихода португальских колонистов. Цель моя выполнена. Я прошел Амазонку. Столько, сколько смог. А сейчас я прыгаю на самолет и лечу обратно в Манаус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Манаусе шли дожди, которые сменялись жарой. Кстати, в дождливое время в городе совсем не жарко и можно запросто простыть. В 90-е нулевые годы в городе был упадок, но сейчас власти Бразилии стараются привлекать в регион различные капиталы, пытаются развивать промышленность, привлекают людей из других штатов и сельской местности, где люди традиционно заняты в основном рыбной ловлей и обработкой древесины. Манаус всегда ассоциируется с каучуковой лихорадкой, которая длилась 33 года. Это были годы бурного развития региона, даже несмотря на то, что львиную долю всей прибыли плантаторы просто прожигали впустую. Тем не менее, на базе лихорадки получили свое развитие многие населенные пункты в регионе, в том числе и Манаус. Несмотря на то, что вся жизнь в регионе построена на реке, местные жители рыбные блюда употребляют не очень часто. Больше любят курицу или мясо. Какого-то особого рыбного бума тут нет, потому что Бразилия – это аграрная страна, и поэтому на столе бразильца должен быть либо стейк, либо куриная ножка. В итоге и Амазония тоже перешла под эти культурные особенности. Рыбы тут много, но употребляется она не часто. И, кстати, цены на нее мне показались довольно высокими. Возможно, действительно тут проще купить кусок говядины, чем какую-то рыбу. Кстати, амазонская кухня тут тоже употребляется просто как баловство. Блюда продаются в основном у уличных торговцев и воспринимаются просто как стрит-фуд. Это не повседневная еда. Да, кстати, чуть не забыл. Ну, конечно же, нужно рассказать про саи. Это такое амазонское лакомство, которое делают из ягод эфтерпы овощной. Это такая пальма, которая произрастает на амазонке. В выжимку из ягод добавляют сахар и любые другие ингредиенты по вкусу. Это могут быть как орехи, мюсли, ягоды, бананы, фрукты, шоколад и многое другое. По этой причине, когда будете на амазонке, то не забудьте попробовать асаи. А у меня на этом все. Я покидаю Амазонию и лечу обратно в Рио. Продолжение следует. До новых встреч.